Через эту трубу в подвал дома попадают все стоки. Кто моет посуду, кто принимает ванну, а кто и вовсе решил посетить туалетную комнату. Но место встречи, как известно, изменить нельзя, поэтому все это приходит сюда, в подвал жилого дома 69, корпус 1 по улице Стройкова. Жилу на первом этаже, получается, вот эти все стоки идут ко мне в квартиру, сплю с открытым окном, вообще по такой погоде очень, и целый день держу окон все открытыми, потому что дышать невозможно. А началось все еще 4 дня назад. После порыва жильцы сразу же позвонили в управляющую компанию, Рязанский городской оператор. Специалисты трубу пробили, течь устранили, в общем, справились оперативно. Правда, на следующий день ситуация повторилась. В выходные эстафету перехватила аварийная служба. Не справилась. Сказали, что работать не могут, нужно откачивать воду. А этим уже управляющая компания должна заниматься. Заявку передали, но работать не начали. От этого административного пинг-понга страдали только жители дома. Подвал все выходные планомерно затапливало. В итоге мы сейчас имеем самое интересное. Установленный бойлер, который работает, обогревает нам всю воду в доме, и затапливаемый подвал. Соответственно, это до первого несчастного случая. Не дай бог, произойдет короткое замыкание, вследствие чего потом пойдет дальше возгорание. Подвал у третьего подъезда быть бассейном уже в привычку. В прошлом году наша съемочная группа уже делала об этом репортаж. Подвал затопило. Управляющая компания устраняет течь, не торопилась. Сами жильцы пытались решить проблему и в 2013 году, и в 2019. А сторожилы и вовсе припоминают, что так было всегда. Живу здесь с первого дня заселения. Подвал в таком состоянии, и даже выше вода у нас всю дорогу. В 2010 году по инициативе вот этой вот компании мы сменили управляющую компанию, но лучше ничего не стало. С первого дня заселения это январь 1964 года, вспоминает Тамара. А капитальный ремонт здесь запланирован лишь в 2026-28 годах. К тому моменту неизвестно, каким будет фундамент после регулярных тепловых ванн. В 2021-м, однако, первая локальная победа все же состоялась. Металлическую трубу, ведущую из подвала в колодец, заменили на пластиковую. Но это не выход, а скорее временное решение, считают жильцы. Вот эта пластиковая труба, которую они частично установили, она там подвешена на каких-то там проводах, там на веревках, не пойми на чем. Ну и, соответственно, когда происходит вот этот засор, это начинает все забиваться, или стык между пластиковыми трубами, он надламывается, потому что он в подвешенном состоянии, на него нагрузка по весу увеличивается. Теперь последствия установки пластиковой трубы расхлебывают. В буквальном смысле. В понедельник жители позвонили инженеру управляющей компании и наметили хотя бы какой-то план действий. Сегодня там начали работать, снизу пробили доступ, завтра будем продолжать, завтра надо будет долбить тамбур, потому что оттуда не получится сделать, разбита она под тамбуром где-то. Мы заменим тот участок, который вот до тамбура, то, что сейчас разбилось. Тем же вечером к дому приехала осенизаторная бочка, часть стоков откачала, утром приехала снова. Но вода в подвале все равно осталась, очень надеемся, что ненадолго. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.